Анса, Италия. Вспышка коронавируса в Италии набирает обороты. Инна СМИ, Россия. 26 февраля 2020 года. Количество жертв коронавируса в Италии по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, составило 11 человек. В течение дня было две смерти. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса возросло до 322, сообщает Анса. В Италии 11 подтвержденных жертв коронавируса, говорится в сообщении. Последними жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Ферна, 83-летняя женщина из Кодоне, провинциология женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделении реанимации в Тревизо. Согласно сообщению комиссара службы гражданской защиты Анжело Борреле, в Италии по состоянию на сейчас заражены коронавирусом 322 человека, среди которых 3 человека на Сицилии. Тем временем, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, заявила, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку. Меры, принятые итальянским правительством или региональными правительствами, были достаточно сильными и, скорее всего, должны помочь максимально качественно сдерживать этот вирус, заявил представитель ВОЗ Кристиан Лендмайер. Сегодня власти итальянского региона Ломбардия опубликовали список населенных пунктов, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Как сообщается, города были преобразованы и так называемые «красные зоны», которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса. Таким образом карантин был введен в Кодоне, Костельоне Дадда, Казальпустерленга, Фунда, Млеа, Сомалья, Бертоника, Тираново Дея Посерине, Костель Герунда, Сан-Фиоран. При этом отмечается, что въезд и выезд в красные зоны под строжайшим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта. Накануне сообщалось, что паника итальянцев из-за коронавируса привела к тому, что в магазинах Милана опустили полки. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...